МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конструкторское бюро Камов признанный лидер в создании винтокрылых машин соосной схемы. Первым вертолетом этого типа, который обрел широкую международную известность, стал Ка-25. Рассказ о нем в фильме «Оружие». В начале 60-х годов в Советском Союзе развернулось широкомасштабное строительство океанского ракетно-ядерного флота. Разрабатывалась новая военно-морская доктрина, которая предусматривала выход советских боевых кораблей на океанские просторы и борьбу в первую очередь с атомным подводным флотом США и других стран НАТО. Современные боевые корабли с мощными силовыми установками и разнообразными системами создают такой высокий собственный уровень шумов, который не позволяет надежно обнаруживать шум подводных лодок. В то же время уровень шума атомных субмарин вследствие специально внедренных конструкторских решений и тактики применения с использованием преимуществ подводного положения оказывается настолько мал, что позволяет им побеждать в дуэли с надводными кораблями. Дальность действия корабельных радаров и других радиоэлектронных систем обнаружения надводных целей ограничена прямой видимостью из-за естественной кривизны водной поверхности. Для решения поставленных перед океанским флотом задач потребовались принципиально новые корабли-вертолетоносцы для борьбы с атомными подводными лодками и надводными кораблями противника. Как следствие, возникла необходимость появления корабельного вертолета нового поколения, способного решать задачи противолодочной обороны, разведки и целеуказания, траления мин, выполнения спасательных и других работ. Легкий корабельный вертолет К-15 уже не мог удовлетворять неизмеримо выросшим требованиям флота. Учитывая накопленный ОКБ Камова опыт в этой области, Министерство обороны поручило ему разработку и постройку нового вертолета К-25, оснащенного необходимым пилотажно-навигационным и поисково-прицельным бортовым оборудованием, а также средствами поражения подводных лодок. Лидерство в производстве противолодочных вертолетов для военно-морского флота США принадлежит фирме «Сикорский». В 60-е годы на вооружении ВМС Соединенных Штатов находились несколько типов винтокрылых машин этой фирмы С-61, С-62, С-65. Их модифицированные варианты до сих пор несут службу в составе военно-морских флотов многих стран. Опытный образец К-25 впервые поднялся в небо в 1961 году. Тогда же он был показан на традиционном авиационном празднике в Москве. Затем начались углубленные практические исследования машины. Изучалось ее поведение и управляемость при воздействии различных воздушных потоков, которые образуются над поверхностью моря. Проводилась адаптация вертолета к условиям палубного базирования и пилотирование в турбулентном потоке, возникающем за кораблем. Контролировалась работа всех агрегатов и механизмов. Главная техническая проблема состояла в том, что размеры вертолета должны быть сопоставимы с размерами палубы корабля. Требовалась универсальная конструкция лентокрылой машины, которая бы могла разместиться и в трюмном отсеке, и в специальном ангаре, и на верхней палубе. Конструкторы нашли оптимальное решение. Они сделали лопасти К-25 автоматически складывающимися. Это было сделано впервые не только в отечественной, но и в мировой практике вертолетостроения. Камов старался создать аппарат для корабля. А корабль тот носитель, который имеет малые габариты. Соосный вертолет в силу своей инженерной композиции обладает малыми размерами. Чтобы вы понимали, он примерно при той же тяге, при той же мощности взятого груза в полтора раза меньше по размерам. А на корабле это очень важно. По сравнению со своим предшественником К-15, взлетная масса новой машины была в пять раз выше, но при этом ее габариты увеличились незначительно. Всего в полтора раза. Это ставило К-25 в разряд уникальных авиационных разработок. В 68-м году, после завершения государственных испытаний, К-25 был принят на вооружение. Советский военно-морской флот получил отличную боевую машину. К-25. Корабельный противоводочный вертолет. Название по классификации НАТО «Хармон». Максимальная взлетная масса — 7,5 тысяч килограммов. Длина — 9,7 метра. Высота — 5,4 метра. Диаметр главного винта — 15,7 метра. Силовая установка — два газотурбинных двигателя ГТД-3Ф мощностью по 900 лошадиных сил. Максимальная скорость — 220 километров в час. Динамический потолок — 4000 метров. Практическая дальность полета — 650 километров. Экипаж — пилот, штурман, 2-3 оператора. Полезная нагрузка — до 12 пассажиров или 1300 килограммов груза. Боевая нагрузка — 2 противолодочные торпеды, глубинные бомбы. Аэродинамическая схема в сочетании с современным пилотажно-навигационным комплексом и авиапилотом обеспечила высокую надежность и легкость управления машиной одним летчиком. Он мог самостоятельно решать боевые задачи на значительном удалении вертолета от кораблей базирования и береговых пунктов управления при любых погодных условиях. На вертолетах фирмы Камова из-за того, что вертолет соосной схемы является аэродинамически симметричным и простым в управлении всегда один пилот. Он все боевые задачи выполняет один пилот. Справа находится штурман, который решает только задачи с комплексом. Серийное производство вертолетов Ка-25 продолжалось до 1975 года. Всего выпущено около 460 аппаратов различных модификаций. Вертолеты экспортировались в Индию, Сирию и Югославию. В свой первый океанский поход Ка-25 вышел на ракетном крейсере типа «Москва» в апреле 1967 года, еще до того, как официально был принят на вооружение. Винтокрылые машины размещались в специальных вертолетных ангарах. Полеты выполнялись днем и ночью. Общий налет 25-го в этом походе составил более 100 часов. США, располагавшие большим количеством специализированных противоудочных авианосцев, не нуждались в постройке специальных кораблей такого типа. Поэтому крейсера, вертолетоносцы появились во флотах европейских стран и СССР. Первый советский крейсер проекта «Москва» вступил в строй в 1967 году. На нем размещалось 14 противолодочных вертолетов и мощная гидроакустическая станция. Второй крейсер «Ленинград» был сдан спустя два года. Всю свою службу корабли провели в составе Черноморского флота, действуя обычно в акватории Средиземного моря. Камовская машина порой занималась необычным делом. Например, в 1974 году вертолет принимал участие в международной операции по разминированию советского канала. При этом было задействовано 12 машин, выполнено 188 боевых вылетов. Кроме того, вертолеты Ка-25 выполняли задачи по поиску и спасению экипажей судов, терпящих бедствия в море, а также для транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске. Данный вертолет, он малоразмерный вертолет, а нес боевую нагрузку соразмерную с боевыми большими вертолетами американских. Ка-25 успешно работал и в интересах решения мирных хозяйственных задач. Достаточно было снять специальное оборудование, и он без особых затрат превращался в летательный аппарат. Гражданского назначения. В 1967 году был создан транспортный вертолет Ка-25К. Он предназначался для перевозки пассажиров и грузов, для использования в качестве крана, для санитарных перевозок и выполнения спасательных работ. Эта машина демонстрировалась на 27-м международном салоне авиации и космонавтики в Париже. При этом вертолет совершил дальний перелет Москва-Париж и Париж-Москва. 25-е обеспечивали навигацию судов в северных широтах, базируясь на атомный ледокол «Сибирь». Разведка ледовой обстановки, обеспечение безопасного плавания судов в сложных погодных условиях и при ограниченной видимости. Справиться с такой сложной задачей в то время мог только вертолет, оснащенный современным бортовым радиолокационным оборудованием. В ходе дальних океанских походов моряки убедились, что К-25 способен нести боевую службу на кораблях различных классов, в том числе сторожевых, эсминцах, больших противолодочных и крейсерах. Длинной рукой советского военно-морского флота назвали Камовский вертолет на западе. Рассказ о боевых возможностях К-25 в следующем фильме «Оружие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова